Вчера в кукольном театре имени Ованеса Туманяна состоялась премьера иммерсивного спектакля «Чемодан», в основу которого легли истории жизни Сергея Довлатова из одноименной книги. А сегодня у нас в гостях российский режиссер, режиссер этого спектакля Алексей Кайлит. Добрый день! Барабдзес! Барабдзес! Спасибо за то, что приняли приглашение, и, естественно, я поздравляю вас с премьерой спектакля. Спасибо, очень приятно. Не секрет, что Довлатов актуален сегодня. А все это потому, что мир меняется, а человек нет? Ну, я думаю, что он актуален, потому что он тоже был иммигрантом, тоже испытывал те же эмоции, что многие сейчас люди переживают. И, кроме всего прочего, все-таки, ну, ностальгия, тема ностальгии – это близко для каждого человека. Я думаю, что даже если ты никуда не перемещаешься, все равно вспоминаешь прожитые годы, свой багаж, свой чемодан вспоминаешь. И это в связи с этим актуально всегда. Да, то есть Довлатов создал нечто тоже сквозь время, то, что близко каждому человеку, не только иммигранту. Спектакль заявлен как иммерсивный. Это несколько новый формат. Для армянского зрителя в том числе. Подобный подход делает постановку, в принципе, неповторимой. А как возникла идея такой импровизации? – Идея возникла три месяца назад. Вообще изначально даже не было Довлатова. На одном из мероприятий Сережа придумал спектакль, в котором зрители просто выходят и рассказывают свои истории. – Без чемодана? – Нет. В качестве фона должна была быть груда чемоданов, и зрители должны были выходить и рассказывать свои личные истории. Потому что это всегда очень неожиданно, глубоко, правдиво. В общем, настоящий такой реалити-процесс. Но в процессе потом мы занимались постановкой президента. Что-то отодвигалось и так далее. Возник Довлатов. Он неожиданно вспомнил, что на эту тему как раз истории иммигрантов уже написана книга. И постепенно это так превратилось в спектакль. А потом даже Довлатов фактически забрал эту идею. То есть он сказал, нет, ребята, давайте без реальных иммигрантов. Я сам справлюсь, у меня отличная история. Но все-таки мы вернулись к этому концепту. И абсолютно не зря вчерашний показ показал, что это нужно было делать именно так. Действительно выходили люди, рассказывали свои истории. Очень удивительно это. И это невероятно обогащает. Возникает такой, знаете ли, диалог Довлатова с современными людьми. То есть он рассказывает свои истории, а современные люди свои. И все мы, как бы каждый из нас несет свой багаж на протяжении жизни, свой чемодан. Люди были, рассказчики, настолько интересные, настолько профессиональные, что возникла идея, я как свидетель вчерашнего спектакля, даже прокралась какое-то сомнение, что они могли быть актерами, и вы их знали заранее. Нет, это абсолютно случайные люди. И я как-то небольшой, немного кухни сейчас будет. Мы с Сережей обсуждали этот момент. Мы очень опасались, что никто не выйдет. То есть, я извиняюсь, было объявление с анонсом спектакля о том, что если есть желающие, внести в чемодан свои вещи и свои истории, то могут прийти чуть раньше спектакля. Сережа занимался этим. То есть мы об этом рассказывали, но мы очень опасались, что мы. Нет, я. Сережа не опасался. Сережа говорил мне, все будет, я уверен, придет 100 тысяч человек, желающих рассказать. И вот в день премьеры мы стоим за кулисами, и он приносит два предмета. Я говорю, как два? Ты обещал мне шесть. Он говорит, ну вот столько пришло. А мы по нашей программе, там минимум три запланированного было выхода. И вот буквально за пять минут до выхода нашелся третий человек. И это счастье, безусловно. Мне кажется, что те, безусловно, зрители, которые побывали на этом спектакле, они для себя поймут, что в этом... Мне кажется, что просто перед спектаклем не все до конца поняли, что нужно делать. И то есть вот эти вот три человека, которые пришли, они как-то до них дошло. Может быть, мы что-то не так до конца объясняли. Вот сейчас после этого спектакля, я уверен, что на следующий спектакль придет гораздо больше людей. Потому что, ну, и я как бы сейчас, пользуясь случаем, агитирую вас, тех, кто... Ну, радиослушатели, приходите на этот спектакль, приносите свои истории. На самом деле, в этом нет ничего страшного, потому что бы выйти и рассказать. А отдача огромная в плане того, что любой ваш искренний рассказ будет очень тепло встречен с залом, потому что любая настоящая история, она моментально, реактивно откликается внутри каждого зрителя, который в зале сидит. И я очень... Ну, я даже не надеюсь и уверен, что вот на следующий наш спектакль желающих будет гораздо больше. Но согласитесь, в этом есть определенная доля риска. То есть вы не знаете, что расскажет этот человек, как расскажет на фоне профессиональных актеров и уже динамично запрограммированную историю. Вдруг возникнут, допустим, люди, которые просто сломают темпо-ритм этого спектакля. То есть за пять минут выпустить на сцену неизвестного человека — это большой риск. Это риск, но он оправданный. И я скажу так, что даже если человек запинается и что-то забыл... А если история будет неинтересной? Может быть, неинтересная история. Но всё равно вот этот момент искренности, который возникает в процессе того, что он вышел и рассказывает... Все же понимают, что вот те, кто не вышли в зале, понимают, что тот, кто вышел, он проявил огромную смелость и раскрылся. И в этом есть настолько такой момент настоящего, того, что вот прямо здесь и сейчас происходит, что неважно, какой это будет рассказ, насколько там он будет стройно выстроен, насколько он будет выгодно выглядеть на фоне Довлатова и артистов или невыгодно, это уже становится неважно. Если человек сделал вот этот первый шаг на сцену, это уже работает, и внимание будет приковано до конца его истории. И аплодировать ему будут от всего сердца, и благодарные будут за то, что он это сделал. Иногда даже чуть больше, чем профессиональным актёрам. Безусловно. Вчера было почти что-то так. Вы не раз затронули тему эмиграции. Ваших соотечественников сегодня называют релакантами. А вообще вот состав, группа, которая команда собралась для этого спектакля. Как вы друг друга нашли в Армении? Значит, со Славой мы познакомились в процессе работы над спектаклем «Ложитесь, господин президент». А предыдущий наш спектакль, который, кстати, 27-го будет снова в Театре Параняна происходить. К слову, это ваша вторая премьера за неполный месяц. Да. И будут ещё, я думаю. С ним мы познакомились там. Там Серёжа просто делал какие-то объявления. Я искал актёров, и вот он к нам пришёл. Ивана я знаю, потому что он приходил на наш спектакль «Ложитесь, господин президент» как зритель. И он с нами общался, ну, после спектакля. А потом он устроился в Театр Станиславского, его взяли, он хороший актёр. И сейчас там служит. Соответственно, когда я стал оставить чемодан, я просто сделал звонок и сказал «Ваня». Он сказал «Окей». И мы стали ставить. Аран тоже, соответственно, со спектакля «Ложитесь, господин президент». И Миша подключился самый первый к этому проекту, ещё когда Серёжа его планировал три месяца назад. И вот он стойко ждал эти три месяца, чтобы сделать. Там в процессе работы происходили очень интересные моменты. Когда я просто... Я не знал, на самом деле, что он актёр мюзиклов. Он практически во всех топовых российских мюзиклах был задействован. Сейчас он в Sunset будет играть. Я, когда услышал его голос, я просто сказал «Что ты здесь делаешь?» То есть у меня просто был разрыв реальности. Я понял, что мы должны делать музыкальный спектакль. Мы должны обязательно это использовать. Тем более, что Арам у нас тут местный Булата Куджава. У него огромное количество замечательных, просто трогательных песен. Он недавно был у нас на программе в день рождения Высоцкого. И ещё тоже Слава неожиданно открылся как композитор и пианист. Этот человек вообще, Слава Потапенко, он постоянно... Вот этот человек, который умеет удивлять. Он постоянно что-то из него выходит, какой-то сгусток энергии. И в этом случае он, конечно, обогатил очень сильно спектакль. Потому что музыку к последней песне написал Слава Потапенко. Текст Арамы Гюрджана спел Миша Грекель. То есть... Что называется, звёзды сошлись. Звёзды сошлись, да. Вот, собственно, так. Вот так мы нашлись. А в России Вы не дружили и... Нет, я никого не знал из этих людей замечательных. И это счастье, что так сложилось... Армянская земля свела. Свела, да. Ну, я понял, что здесь, когда я сюда приехал, я понял, что... Как раз об этом, да. Да, перекрёсток каких-то энергетических потоков. Потому что количество событий, которые случаются в Ереване за день, у меня столько за год там в Москве не происходило. Так Ваш выбор пал на Армению. Когда переехал сюда Серёжа, и вот прошло полгода, летом он позвонил нам и сказал, ребята, здесь все хотят театр, давайте ставить. Я тут познакомился со всеми театрами. Есть где ставить, мы найдём актёров. Всё супер. И тогда Оксана, у Оксаны была Оксана Некритова, это драматург, которая написала пьесу «Уложитесь, господин президент» и жена моя, она с Серёжей стала вести переговоры о том, чтобы поставить. Мы думали даже, что она поедет в Ереван и здесь займётся постановкой. Но потом немножко переигралась, и поехал я в результате ставить. Вот. Собственно, поэтому и по выбору. Здесь просто была возможность реализовать наши замыслы, которые давно ждали момента. Что успели увидеть, какие слова знаете на армянском? Ну, «барадзес», «шнура калетюн», правильно я сказал? Правильно. С этой, не могу до свидания выучить. «Мерсишат», собственно, пока мой скромный багаж. «Чампрук», кстати, для тех, кто не знает «Чемодан». Пока всё. Но я... Мне просто не хватало времени сейчас заняться изучением языка. Очень интересный язык. А есть желание, да? И желание огромное, потому что... Ну, я никогда не занимался прям специально изучением языка. Но здесь мне хочется. Мне хочется, во-первых, привлекать на спектакле армянскую аудиторию. И я постоянно думаю о том, во-первых, о материале. Но я понимаю, что... Пьеса на армянском языке, она может собрать армянского зрителя. Пьеса на русском языке, ну, как бы так уже тут... Понятно, что вот есть театр Станиславского. Все знают, что он есть. Это одно из суперсвойств репертуарного театра. Ты долгое время в одном месте находишься. Люди знают, что вот там у них освободилось время. О, можно сходить в театр, там всегда будет какой-то спектакль. Всегда он будет на русском. И они специально туда идут. Мы, как бы, пока что не репертуарный театр. Нам собирать сложно. И мы понимаем, что когда мы выпускаем что-то на русском языке, мы ограничиваем свою аудиторию. Потому что много армян не так хорошо знает. Кто-то хорошо, безусловно, там знает. А кому-то это тяжело. И они уже, естественно, как бы... Ну, опасаются идти. Ну, что ты, зачем идти на спектакль, на котором ты ничего не поймёшь? Титры это тоже, но субтитры не выход, потому что это очень тяжело. Отвлекает от действия. Поэтому я бы хотел, это какая-то моя перспективная мечта, что-то на армянском языке сделать. Собрать вот в зале армянской аудитории. Вчера, можно сказать, что был почти что полный аншлаг. И преобладала русская аудитория. Я имею в виду не в плане русскоязычной, а именно были вот релаканты. Была, конечно, и армянская аудитория. Немножко о специфике зрителей. Вот у нас был гость-клоун, который выступал на разных площадках цирковых мира. И вот он говорил, что, естественно, в каждой стране своя специфика, в том числе в мусульманских странах. Предположим, если в европейских странах ему проще работать, и он сразу видит открытую реакцию зрителя, то в мусульманских странах, а в особенности женщин, закрытые полностью чадрой, только по реакции тела он понимал, что они смеются. То есть глаз и улыбки не видно. Я не хочу, конечно, впадать в такую крайность, но Армения — страна со своей спецификой, со своим менталитетом. Когда вы ставите спектакли, вы учитываете эти нюансы? То есть, допустим, пару слов из ненормативной лексики для армян может быть не совсем привычно. Да. О ненормативной лексике была такая небольшая, ну как бы недолгая у меня дилемма. я решил оставить, потому что, как вам сказать, я не являюсь человеком, который говорит там, вот, мы должны исключить ненормативную лексику. Это часть нашего языка русского. Довлатов, когда включает, он же не весь текст на матерных словах, он включает, делает вкрапления, и ты понимаешь, что, как бы, это краска всего лишь навсего. Если в спектакле все происходит органично, и это не является каким-то расчетом, а вот сейчас я вставлю матерное слово и все, и спровоцирую зрителя, там, есть такие спектакли, то это вполне нормально воспринимается всеми, потому что все понимают, что это всего лишь краска. Тем более, это текст Довлатова. То есть я не от себя эти, там, а давайте здесь трехэтажный зарядим. Нет, все, как бы, строго по тексту, поэтому мы оставили это. Был еще тоже такой немного нравственный момент, ну как нравственный, наверное, опять же, для армянской аудитории, которая более, возможно, традиционно воспитывает своих детей. Мне Сережа написал, мы переписывались в Телеграме. Я пишу 14+, у меня знакомые хотят вести детей. Я такой, ну вообще там есть, есть слова. Я не знаю, как он в результате поступил, но он думал поставить такую аудиторию. Но, как мне кажется, что даже если дети придут на этот спектакль, там ничего крамольного нету. И правильно, наверное, все-таки, они же, дети не растут в вакууме, все равно они это услышат. Лучше, если они, как бы, если это будет как-то подано и объяснено. В художественном оформлении. Либо в художественном оформлении, либо, как бы, родители могут это поднести таким образом, что там ты рано или поздно с этим там столкнешься, услышишь. Это используется вот в таких-то случаях, такими-то людьми. Часто это, как бы, является просто фактором невоспитанности и бескультуре, но иногда это является также и вот художественным инструментом. В частности, здесь, в этом тексте. Спустя практически несколько часов, даже не полные сутки, вы, как режиссер, довольны результатом вчерашней премьеры? Я часто об этом думаю и вспоминаю Шапира. Шапира, режиссер, говорил в интервью, у него спросили, в чем успешность режиссера. Он так растерялся, сказал, я не знаю. Это может быть то, как, с каким удовольствием идут с тобой работать актеры. Это может быть и являться фактором успеха режиссера. Это может быть являться тем, какая касса у спектакля. А может быть являться статьей критиков, которые написали. Там пришло два человека на спектакль, но это один из них был критик, и он там в каком-то супериздании, там в каком-то высоком пишет о том, что это шедевр, который останется во все времена. Критерии успеха, это очень такая абстрактная немного вещь. Было приятно, я скажу. Ну, то есть спустя, даже в этот вечер получить огромный отзыв от зрителей, которые выходили и благодарили искренне. Я не специально, кстати, в зале стоял там просто. Я хотел посидеть с женой, она пришла на спектакль. Ну, получилось так, как будто я стою и жду отзывов. Но отзывы были. И обычно это всегда очень искренне. Если человек хочет, он подходит и благодарит. Если он не хочет, он не подходит и не благодарит. Вчера это было. Это было приятно. Всегда огромное количество затраченной энергии ты ждешь. Понятно, что аплодисменты. Ну, хлопает всегда, во всех случаях. Но когда еще говорят приятные слова после спектакля, это, конечно, восстанавливает. Это возвращает тебе часть потраченной энергии. Каждый спектакль – это как запуск самолета. Ты делаешь чертежи, подключаются различные рабочие. Кто-то работает правильно, кто-то неправильно, кто-то делает вообще супер. Говорит, давайте поставим реактивный двигатель на ваш самолет. И в результате ты не знаешь, какой он конкретно получится, но он получается какой-то. И ты до последнего момента не знаешь, что он полетит или упадет. И всегда-то идет спектакль, и это очень похоже на запуск этого самолета, который отрывается от земли, и вот сейчас он либо рухнет, либо полетит ввысь. И приблизительно вот так оно и происходит всегда. Ну, я с уверенностью могу сказать, что ваш самолет вчера взлетел, приземлился на день, потому что впереди новые полеты. Да, впереди новые полеты, безусловно. Кто-то сказал, родину в чемодане не увезешь. С учетом большого потока русских в Армению, можно сказать, что вот та деятельность, которой вы занимаетесь, направлена также на сохранение идентичности русского народа в Армении. Такой сложный, сложный не потому, что сложный, типа, что же сказать-то? Просто сложный вопрос. Это же нужно сформулировать огромную мысль. Я об этом не думал никогда. Ставя эти спектакли, в первом случае для меня было важно, ну что ли, поддержать релакантов российских. Но я бы не сказал, что это... Нет, это, безусловно, культурный прецедент. И огромное внимание Оксаны уделяла тексту. Там не было такой задачи, типа, аутентировать, я правильно сказал, аутентировать нашу культуру. То есть если бы мы хотели такой спектакль делать, мы бы брали там Пушкина, Достоевского, и говорили, вот мы сохраняем, типа, наше наследие, мы должны его нести. Этого не было в первом спектакле. Он был про другое и для другого. Второй наш спектакль с Довлатовым, тоже там не было такой задачи, чтобы прям вот сохранить русскую культуру как таковую. Мне кажется, что, как я вижу себя в этом пространстве, что как раз наоборот, интегрироваться и обогатить совместно друг друга. Ведь у нас вот Арам играет. Он отсюда, он местный житель Еревана. И это, на самом деле, очень сильно обогащает друг друга. Вот именно интегрироваться и обогатить друг друга, да. Так, чтобы отделиться. Если бы я хотел отделиться, я бы ставил Пушкина, наверное, какую-нибудь. Алексей, хочу вас вызвать на искренность. Когда вы переезжали в Ереван на какое-то неопределённое время, а что вы привезли с собой в чемодане, без чего вы не представляли своё приживание в Армении? Да, но я не в чемодане привёз. Это кольца обручальные. Они необычные. Радиослушатели не увидят, но эти два кольца — это одно в другом. Они как звенья цепи. Это наши обручальные кольца с Оксаной. Это наша маленькая история. А у неё тоже два таких же? Нет, мы по очереди носим. В чём секрет? Ну, их невозможно, их нельзя разделить. Делать два комплекта — это странно. Мы же, нас же двое. Здесь внутри наши именно... Ну, вы объяснили, что вы их носите по очереди. Да, да. Вот. Вот эту вещь. А в чемодане ничего такого не было, о чём можно рассказать историю? Да я могу про кольца вам рассказать историю. Я думал о том, чтобы сделать ей приятный сюрприз на день рождения. И мне хотелось найти какое-то такое необычное место, где бы этот день рождения состоялся, вышли бы все наши одногруппники, с которыми мы очень дружны до сих пор и поддерживаем друг друга. Это было бы замечательное мероприятие. И вот я начал ездить по таким местам, и вдруг я набрёл на одну заброшенную усадьбу. Это было здание, которое совмещало в себе, ввиду своей истории, и театр, и когда-то церковь был. То есть вначале церковь, потом переделали в театр. Так помещики при себе делали вот там усадьбу. И заброшенную туда никто не ходил. Оно охранялось снаружи, с территории. И когда мы туда пришли, я думал, что я вот приведу туда, и будет красивое день рождения. Я сразу понял, что я хочу в этом месте сделать. И я начал подготовки. Значит, она ничего не знала, но времени, как всегда, было мало. В общем, периодически там с определёнными приключениями мы поехали как будто бы фотографироваться. Это была такая... Я даже привлёк своих одногруппников и друзей, типа, чтобы создать впечатление того, что это вот внезапная поездка. Причём мы поехали, типа, поздно почему-то фотографироваться, почему-то в лес. Потом, когда мы приехали туда, выяснилось, что именно в этот день вышли охранники патрулировать, а там уже в здании всё было готово. Нам пришлось идти окольными путями через болото, продираться через кусты. Ночью, конечно, она не понимала, что это за фотосессия, почему так происходит. Но когда мы пробрались туда, там был красивый очень алтарь заброшенный, и горели свечи, и летали в воздухе подвешенные фонари. Изучал красивую музыку, я долго её выбирал. Я сделал ей в этот день предложение, там, ну понятно, чтобы друзья как бы спрятались. А она мне в этот день сообщила о том, что она беременна, и у нас будет двойня. Вот это один из самых счастливых дней моей жизни. И эти кольца, вот они из этого момента, они никогда, я никогда с ними не расстаюсь, мы по очереди их носим. И, кстати, редко кому рассказывала эту историю, так что это такое откровенное интервью. Спасибо большое. Ну и, конечно, о ваших ближайших планах, кроме тех двух спектаклей, которые уже взлетели, учитывая, что вы ещё и по профессии аниматор и создатель ряда мультипликационных фильмов. Какие планы у вас ещё связаны с Арменией и с творческими проектами? Планов много. То есть мы хотим дальше ещё ставить несколько спектаклей. Оксана пишет сейчас пьесу «Бункер». Возможно, в марте это будет необычное очень представление, потому что мы хотим его поставить в ветке заброшенного метро здесь. Так что это будет ещё более эксклюзивное такое представление, на которое будет сложно попасть, я вас уверяю. Но если вы туда попадёте, это останется на всю жизнь. И помимо этого, мы думаем в большой перспективе, я просто сам пока ещё даже не понимаю, но мы знакомы теперь с Мишей Глекелем, мы думаем о мюзикле по мотивам песен Шарля Азнаура, тем более приближается его юбилей. Столетие. Столетие, да. В анимации тоже есть планы по реализации фестивальных, короткометражных мультфильмов. Здесь, кстати, у меня есть знакомая анимационная студия, Бизоны, я им передаю привет, горячие. Я с ними работал на проекте «Тайная комната». Ну, они знают, я надеюсь, что услышат этот эфир. С ними, возможно, сотрудничать. У нас есть написанный наш с Оксаной свой собственный анимационный проект, который мы хотим продвигать, 1.0. В общем, планов очень много. И здесь я, кстати, отметил для себя, как быстро в Ереване сбывается желание. Просто как бы волшебное место в этом плане. И я надеюсь, что все наши задумки сбудутся. Алексей, большое спасибо вам за то, что приняли приглашение. Спасибо вам за откровение. Спасибо за то, как вы цените Армению, воспринимаете её. Я желаю вам реализации всех ваших творческих задумок. И пусть ваш личный чемодан, образный, будет наполнен только хорошими воспоминаниями, впечатлениями и, конечно же, творческими проектами. Спасибо большое. Дорогие друзья, напомню, у нас сегодня в гостях был российский режиссёр Алексей Гайлит. С вами была Сусанна Огадысян. До свидания и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok